Добрый день, уважаемые учителя! Традиционно выхожу к вам с новым видео, посвященным вопросам ЕГЭ по обществознанию и сегодняшняя тема – самые частые ошибки в новом варианте ЕГЭ. Почему именно эта тема? Во-первых, потому что времени до экзамена осталось мало, но мы можем подтянуть балл ученика, рассказав ему про самые частые ошибки, может быть даже не по теории, а именно по форме записи. Это во-первых, а во-вторых, к данному моменту накопилось уже очень много материала, на основе которого можно обобщить ответы учеников, выделить самые частые ошибки и подвести определенный уже итог. Я лично основываюсь, помимо работы в школе и компании SkySmart с учениками, также на проверке пробных экзаменов, я их проверял в течение всего этого года, раз в месяц более сотни человек писали у нас пробники. И также на работе в комиссии по проверке ЕГЭ, где мы тоже немного поработали, посмотрели, ознакомились с пробниками, которые писали дети, поделились вообще своим мнением и впечатлением, обсудили, как оценивать тот или иной вопрос. И вот, обобщая этот опыт, я для вас подготовил вот такую презентацию. Так как в новом варианте ЕГЭ появились новые задания, 21, 23 и 25, именно этим вопросом будет уделено большое время и большое особое внимание в этом видео. Другие вопросы тоже немного обозначу, но, по-моему, я про них уже рассказывал ранее. Итак, задание 21. График. Вы наверняка уже знаете, что самая частая ошибка – это второй вопрос. Там, где надо показать фактор, повлиявший на изменение спроса или предложения именно на конкретном рынке. Обратите внимание, как формулируется вопрос. Объяснение должно быть дано применительно к рынку, указанному в тексте задания. Причем это выделено курсивом, жертным шрифтом, подчеркиванием. Использовали все возможные способы выделить текст. Но, несмотря на это, дети забывают про рынок. Самая частая ошибка, по-моему, это неверно указан фактор. Вторая – это как раз забыт рынок. Поговорим на конкретных примерах. Обратите внимание, первый вопрос касался увеличения предложения печатных книг. Ответ ученика был такой. В связи с увеличением количества выпускаемой бумаги в стране, значительно увеличился выпуск книг и предложение возросло. Вроде бы все правильно, рынок есть, ресурсы обозначены, бумага. Но такой ответ мы засчитывать не можем, потому что фактор увеличения ресурсов – такого фактора нет. Он звучит иначе. Он звучит как уменьшение стоимости ресурсов, либо уменьшение издержек производства. Ответ должен быть сформулирован следующим образом. С другой стороны, на белом фоне можете его увидеть. В связи с уменьшением стоимости выпускаемой бумаги в стране, значительно увеличился выпуск книг и предложение возросло. Такой ответ засчитывается. Тонкость, мелочь, казалось бы, но все равно надо быть очень внимательным. Как я поступил в этом случае с своими учениками? Я четко ограничил возможный вариант факторов. Договорились, что будем использовать только неценовые факторы спроса и неценовые факторы предложения, которые мы изучали во время урока. Напечатал, раздал им таблички, выучили наизусть, что является фактором спроса, что является фактором предложения, как они влияют. И там даже можно 5 там, 5 там. Этого точно хватит для того, чтобы ответить на любой вопрос 21-го экзамена, чтобы ничего своего не придумывать. Потому что если ученик придумает что-то свое, очень большой риск, что он опишет это неправильно, и это не будет защитным. Следующий вопрос, вариант ответочный, не указан рынок. Обратите внимание, большое красивое развернутое объяснение. Предприятия страны Z стали активно внедрять новые технологии в производство. В связи с чем себестоимость продукции снизилась, что позволило увеличить выпуск продукции, в результате предложение возросло. Все объяснено здорово, развернутое, много написал, но совсем нет рынка. Добавил бы он туда хотя бы слово книги, это бы засчитали. Ну вот, пример правильного ответа с другой стороны. Издательства страны Z стали активно внедрять в производство новые печатные станки, что позволило увеличить выпуск книг, и их предложение увеличилось. Здесь даже три слова, которые говорят нам о том, что мы объясняем именно на рынке, которое было в задании. Очень четко надо обозначить позицию, что без рынка, что бы там написал ученик, ему не будет это засчитывать. Другие ошибки, которые допускают в 21-м задании, это неверно указанные равновесные цены. Самый первый вопрос, но практика показывает, что если ученик неправильно ответил на первый вопрос, все остальное там тоже все запутано. Это те ученики, которые ни разу не видят 21-е задание, и вот впервые решили ему ответить. Часто путают факторы спроса и предложения, хотя, казалось бы, очень легко это выучить. Перед экзаменом точно надо заучить наизусть, что является фактором спроса, что является фактором предложения. И бывают, допускают ошибки в третьем вопросе, забывают вообще про равновесную цену. Хотя в критериях четко сказано, без указания изменения равновесной цены ответ не засчитывается. Некоторые пишут, что цена равновесная не изменилась. Предлагают свой купе, свое видение. Ответ на этот вопрос, но такое тоже не засчитывается. Цена всегда меняется, либо увеличивается, либо уменьшается. Или бывает так, что ее изменения определили неверно. Например, предложение выросло и равновесная цена выросла. Как этого избежать? Просто объяснить, что спрос с равновесной ценой всегда двигается в одну сторону. Спрос растет, равновесная цена растет. Спрос падает, равновесная цена падает. И предложение с равновесной ценой двигается в разные стороны. Предложение растет, равновесная цена падает. И наоборот. Всего на третий вопрос существует четыре варианта ответа. Которые я вам перечислил. Других, каких-то пятых вариантов, пятого варианта не существует. В принципе, тоже достаточно легко натренировать за один урок. Все эти ошибки по 21 урокам не можно. Следующее задание 23 по Конституции. Специально вывел его на экран и подчеркнул важный момент. Ребенка просят дать распространенное предложение с опорой на конкретное положение Конституции. Какие допускают здесь ошибки? Первое, конечно, без опоры на Конституции. Когда ученик просто дает определение какого-то понятия. Например, республика – это форма правления, при которой высшие должностные лица избираются народом на всеобщих выборах. Например, так. Может быть, по сути, это верно, но засчитать мы это не можем, потому что в Конституции у нас ничего подобного не написано. Федерация – это форма территориального устройства, при которой страна разделена на регионы, обладающие определенной самостоятельностью. По сути, верно, но у нас Конституция записана не так. Никакой там про самостоятельность речи не идет. Слово «регион» там вообще не существует в Конституции. Вот именно в статьях про Федерацию. И правильными ответами должны быть именно выдержки из Конституции. Например, главой РФ является президент, который избирается сроком на 6 лет всеобщим тайным голосованием. Обратите внимание, это статья 81 пункт 1. Я ее даже упростил. Она звучит длиннее. Сроком на 6 лет на основе всеобщего прямого избирательного права при тайном голосовании. Упрощать можно формулировки Конституции, но все-таки они должны быть рядом с текстом Конституции. Или ответ про Федерацию. Федеративное устройство РФ основано на разграничении предметов ведения и полномочий между РФ и субъектами РФ. Тоже немного упростил. Там про органы власти идет речь. Но все равно засчитают. Много очень признаков Федерации. Это статья 5 практически целиком. Это статья 11. Пожалуйста, оттуда выбираем что-нибудь и пишем про Федерацию. Но определения, понятно, не засчитываются. Не вникает вопрос. Очень частая ошибка, наверное, даже самая частая. Например, вопрос про рыночную экономику. Принципы рыночной экономики. Признаки. Ответ ученика был такой. В России гарантируется единство экономического пространства. Каждый в праве свободно распоряжаться своими способностями к труду. И в России гарантируется право частной собственности. Я поставил за этот ответ только один балл за последний. Потому что меня интересуют именно признаки, отличительные особенности рыночной экономики. Что всегда есть в рыночной экономике? Это первый ответ. В России гарантируется поддержка конкуренции и свобода экономической деятельности. Обратите внимание, ответ из той же статьи, что и взял ученик про единое экономическое пространство. Только концовка уже первого пункта восьмой статьи. Она считается, а про единство экономического пространства не считается. Каждый в праве распоряжаться своими способностями, но только не к труду, а для предпринимательской деятельности. И, конечно, в России гарантируется право частной собственности. Это тоже можно засчитать. Другой вариант вопроса. Конституция закрепляет принципы гражданства. Что здесь только не писали. Написали все возможные статьи второй главы. В РФ гарантируются права и свободы граждан, гражданство дает президент. Кстати, очень много писали про прием в гражданство, что надо знать русский язык, пять лет жить на территории РФ. Это все, конечно, не законы о гражданстве, но это не является принципом гражданства. Гражданство приобретается и превращается в соответствие с федеральным законом. Все равны перед законом и судом. Граждане имеют право избирать их с избранными. Но вопрос звучал именно про принципы. Принципы гражданства – это статья шестая в Конституции, статья шестьдесят первая и немного шестьдесят вторая. Там тоже это есть. Гражданство в РФ является единым и равным. Все граждане обладают одинаковыми правами, свободами несут равные обязанности. И никто не может быть лишен гражданства или права изменить его. Это вот статья шестая. Вы можете найти, что третий неправильный ответ, который у нас на сильном фоне, тоже из шестой статьи. Но он не засчитывается, потому что это не принцип. Это порядок поднятия гражданства. Слишком короткие ответы, которые всегда ставят экспертов в ступор. И всегда здесь ученики теряют баллы. Например, вопрос о правах, которые есть у трудящихся в стране. Но так много упросил, переформулировал, чтобы не попадать совсем в формулировку FIP. Например, какой был ответ? Право на труд, право на отдых, право на зарплату. Хотя изначально звучало требование к формату, что это развернутые, распространенные предложения. Обратите внимание, ЕГЭ проверяет не только знания. У нас КОС, вы прекрасно понимаете. Он еще проверяет различные умения, навыки, компетенции и так далее. Так вот, если просят дать развернутое предложение не только в 23-м, но в принципе в любом другом вопросе, то они и должны быть развернуты. Это вообще не предложение, это словосочетание. Как следует построить вопрос? Каждый имеет право свободно распоряжаться способностями к труду. Каждый имеет право на отдых, выходные и праздничные дни, ежегодный оплачиваемый отпуск. Каждый имеет право на вознаграждение без какой-либо дискриминации и не ниже минимального размера оплаты труда. Например, такая формулировка – это все статья 37, очень большая и очень хорошая статья. Очень часто оттуда попадаются вопросы. Там я только три привел, там много всего. Там про условия труда, труд в условиях гигиены и безопасности, право на коллективные и индивидуальные трудовые споры, на защиту от безработицы. Можно использовать что угодно, но все-таки это должна быть формулировка Конституции и развернутое предложение. Задание 25-е. Не стал здесь его приводить, оно слишком большое, но наверняка его помните. Новое задание. Для начала просят дать какое-то обоснование, затем указать три чего-то, три партии, три банка, три формы организации бизнеса, три меры молодежной политики, национальной политики и так далее. И потом проиллюстрировать их примерами, но не такими простыми, как, например, мы видим в 19-м вопросе. А пример внутри себя должен еще что-то иллюстрировать, например, функции банка, функции политических партий. Может, даже какие-то принципы и так далее и тому подобное. И еще сложность примеров именно в 25-м вопросе, их отличие от 19-го, что 25-й вопрос, он очень-очень практический. Там часто он сформулирован именно про Российскую Федерацию, либо мировое сообщество, но это редко, когда какие-нибудь глобальные проблемы, например. Например, здесь не допускается моделирование. У них спрашивают, назови три вида налогов, которые существуют в Российской Федерации. Он пишет, в стране Z существует налог с продаж. Страна Z здесь не используется. Можете моделировать примеры в 19-м. Здесь спрашивают про Российскую Федерацию. Поэтому примеры часто участвуются не конкретные, не про нашу страну, что-то придумано. И самое частое, что они не иллюстрируют то, что их спрашивают. Если мы вернемся к обоснованию, то здесь еще хуже ситуация. Обоснование. По моему опыту, один человек из 20, то есть всего 5%, могут нормально написать обоснование. Большинство делает его слишком коротким, слишком обобщенным каким-то. И большинство просто получает за него ноль, либо в принципе даже не пишут, не пытаются его взять в вопрос. Представьте, объясните ученикам, для чего нужен вопрос. Представьте, что вы на конференции, там же 24-25, они совместно идут, вам поручено представить доклад. Вот вы на конференции, и вам задают из зала вопрос, из комиссии. Вот этот первый вопрос 25. И вы должны красиво, развернуто, толково ответить на этот вопрос полностью, дать обоснование. Причем оно может быть не только в одном предложении, в трех предложениях. Давайте, наверное, даже посмотрим на примере, чтобы я вам объясню. Вот когда оно не полное, не развернутое, и когда его не засчитываем. Обратите внимание, даже по объему, у меня влезло три неправильных ответа против одного правильного. Вопрос был, почему государство должно регулировать рыночную экономику. Государство должно регулировать экономику, потому что это очень важно, ведь оно собирает налоги и платит пенсии по саду. Либо государство строит детские сады, школы, больницы. В принципе, эксперт может понять, что хотел здесь отразить ученик. В первом случае это функция перераспределения доходов. Во втором случае это функция производства общественных влаг. Но проблема заключается в том, что эксперт не может додумывать за ученика. Когда я не засчитываю своим ученикам эти ответы, они мне говорят, они начинают объяснять, что они имели в виду. Мы имели в виду это, это, еще вот это. Но ты не сможешь стоять рядом с экспертом, когда он будет проверять, и объяснять ему, что ты имел в виду. Ты должен изначально в своем ответе написать все, что ты здесь имеешь в виду. Максимально развернуто, максимально логично, связано, понятно. Чтобы у эксперта не возникало никаких вопросов, чтобы было понятно, как одно влияет на другое. Если что-то непонятно, то это не засчитывается. И, например, третий вариант ответа. Никто, кроме государства, не в силах регулировать экономику страны, ведь только оно обладает необходимыми инструментами. Это случай, когда обоснование настолько абстрактно, что возникает еще больше вопросов. У эксперта не должно возникать вопросов. Он не должен додуматься. Ему не надо, все должно быть объяснено. Вопрос так и звучит. Объяснить, обоснуть. Пример правильного ответа. Рыночная экономика не может самостоятельно решить такие проблемы, как инфляция, безработица, кризисы. Поэтому государство должно принимать меры по обеспечению занятости населения, стабилизации экономики и обеспечению экономического роста. Обратите внимание, как построен ответ от одного к другому. Мы исходим из особенностей рыночной экономики и обосновываем необходимость вмешательства государства именно в рыночную экономику. Ответ полностью построен на курсе обществознания. Все это мы изучали в теме экономической системы, рыночная экономика или роль государственной экономики. Именно так, от одного понятия к другому. Обратите внимание, этот вопрос предполагает установление взаимосвязи двух каких-то понятий, например, рыночной экономики и государственной регулирования. Еще раз могу сказать, лично по моему опыту, здесь эксперты засчитывали только большие, красивые, развернутые определения, объяснения в трех предложениях, где ученик не жалел бумагу, пасту своих сил, для того, чтобы обосновать необходимое. Но бывали большие развернутые ответы, где были фактические ошибки. Например, писали, что центральный банк борется с монополиями, регулирует безработицу. Если есть какая-то фактическая ошибка, то эксперты тоже это не засчитывают. Вообще, лично по моему опыту, эксперт старается этот вопрос все-таки не засчитать. Сказать, а, написано какая-то ерунда, необоснованно, неполно, не четко, непонятно. Баллов так много, да, 4 балла за этот вопрос, поэтому здесь можно снизить, не рисковать. Переходим к другой ошибке, это когда пример иллюстрирует то, что спрашивают. Например, надо было назвать критерий истины и проиллюстрировать его примером. Например, ответ ученика, правильно указывать критерий, это практика. Многие открытия применяются на практике и приносят пользу людям. Во-первых, пример не конкретный вообще, не конкретный истины. Многие открытия. Во-вторых, не иллюстрируются критерии истины. Критерии проверяют истинность информации, доказывают, что данное знание истинное. Какой должен быть ответ? Практика, утверждение о том, что Земля круглая, самый простой вариант, было подтверждено кругосветным путешествием Фернана Макгелла. Вот здесь конкретика, конкретное знание, конкретное подтверждение на практике. Другой вариант такого же ответа. Назовите три типа лидерства и проиллюстрируйте реализацию каждой из них любой функции лидера. Пишут харизматически и дальше иллюстрируют очень хорошо примером харизматического лидера. Ленин пришел к власти благодаря своим мюзикальным способностям, выдающимся уму, ораторскому мастерству и организаторским талантам. Очень здорово. Но не то, что спрашивают. Обратите внимание, примеры, которые в 1925-м, они сложные. Внутри примера надо еще что-то показать. Например, функцию лидера. Как должен встроиться ответ? Харизматический, захватив власть во время революции, Ленин поставил перед обществом новую цель строительства коммунизма в России. Например, так. Вот здесь мы видим функцию лидера политического. Вообще, 25-й самый сложный вопрос. Большинство здесь набирает 0. Часто набирают 2 балла, потому что на обосновании теряет, на примере теряет. И очень мало кто набирает 4 балла. Я, наверное, за все время работы 3-4 встретил, где чистые 4 балла без каких-либо сомнений. Что еще можно обсудить? Еще можно обсудить частые ошибки в других вопросах. В плане частые ошибки – это слишком короткий план. Да, в критериях написано, что надо 3 пункта, 2 из которых детализированы в подпунктах менее 3. Но обратите внимание своих учеников, что оценивают только те пункты, не те 2, на которые он написал, 3 пункта, которые он написал, 2 детализированы при этом. Оценивают только те, которые совпали с ключом. И очень часто ученик пишет 3 пункта, 2 детализирует, довольный, что он все выполнил, как полагается. Но они не совпадают или совпадают только один. Объясните эту разницу. Если совпал 1, то он точно не получит больше 1 балла. Если совпало 2, то он может получить 4 балла. Разница здесь в 3 балла – это очень значимо. И многие боятся написать какой-то правильный пункт, там же за лишнее снимают. Да, снимают, но если этот пункт будет совершенно из другой темы. У вас тема про налоги, а вы написали источники доходов бюджета государства или функции государственной экономики. Ну, из какой-то другой темы какой-то лишний левый пункт взяли. Только в таком можно потерять балл, и то только 1 четвертый. А так, составляя слишком короткие планы из трех пунктов, ученик очень сильно рискует нарваться на нолик или единичку. Поэтому не надо тоже бояться, жалеть бумагу. Лучше написать 5 пунктов хороших, больших раздоров. И часто многие теряют баллы с учетом того, что они правильно написали. У них все идеально, хорошо, у них там 3 пункта даже совпало с ключом. Но они зачем-то написали пункт из двух подпунктов, который может быть детализирован на большее число. Виды социальной мобильности. Горизонтально-вертикально. Но я как эксперт знаю гораздо больше видов социальной мобильности. И здесь 2 пункта мне не хватит. Я явно слышу балл. Хотя ученику кажется, что есть либо горизонтальная мобильность, либо вертикальная. Но так сформулирую. Поэтому еще раз обратите внимание, что план лучше делать большой. Не 3 пункта. Задание 19. Примеры. Примеры часто неконкретные. Вот тот, который я вам показываю. Про истину. Многие открытия были подтверждены на практике. Какие многие? Надо конкретно. Какое открытие? С помощью какой практики? С помощью эксперимента. Обратите внимание, что вопрос звучит не назовите, а проиллюстрируйте. Надо нарисовать картину. То есть, чтобы пример был конкретный, рекомендую добавить конкретную ситуацию, цифру, статистику, проблему конкретную, название, имя, действие, сферу, в которой действует фирма. И иногда примеры иллюстрируют не то, что спрашивают. Но тут надо внимательно смотреть вопрос. Дальше. Задание 20. Аргументы. Отвечает не на тот вопрос, который спрашивает. Это самая частая ошибка. Ученик просто не понимает 20 вопрос. Не понимает, что его спрашивают. Пишет какие-то аргументы, но совершенно не по вопросу. Либо они теряют одно слово в вопросе. Например, его просят привести экономические инструменты государственного регулирования экономики. Он теряет слово экономические и приводит прямые. Там законодательные инструменты, административные. И вроде бы все красиво расписано, но потерял одно слово в вопросе и ответил все неправильно. Обратите внимание, что в 20-м, в общем, в 15-м, в 25-м мы внимательно читаем вопрос и прежде чем ответить, разбираем каждое слово. Если слово потеряно какой-то из вопросов, то высока вероятность, что вы отвечаете на то. Также часто не доходят до конца в своих аргументах, дают какую-то начальную посылку, либо слишком коротко это объясняют. Часто уходят не в ту сторону, их просят объяснить роль государства в экономике, они объясняют роль государства в социальной сфере, а не в экономике. Ушли совершенно не туда. Здесь надо быть максимально внимательным, четко, а так бы, логически рассуждать, учитывая всю специфику вопроса. Обратите внимание, вопрос 20-й очень тонко сформулирован. В определениях часто нет родового понятия, особенно сейчас, когда им позволили писать в нескольких предложениях. Они три предложения написали, все, что знают про это понятие, и не указали вообще родового понятия. Недостаточно видовых признаков. Также обратите внимание на такое новшество. В 18-м вопросе будет подписано, сколько надо видовых признаков указано. Если там указано 2 и более, то надо реально 2 и более признаков. Балл можно потерять. Если не указано 2 и более, ниже курсивом не подписано 2 и более, значит достаточно 1. Некоторые добавляют туда все, что знают, пишут какой-то лишний элемент с фактической ошибкой. Что-то неправильно. Это, конечно, теряет балл. Вот такой совет я вам уже сказал. Обратите внимание, будет написано в этом году, пишут ученика, сколько надо видов. Даже в 17-м делают ошибки, путают ответы. Например, очень часто, кстати, это делается. А то, что является ответом на третий вопрос, они пишут первый и автоматически решают себя еще и третьего вопроса. Это ноль сразу из двух баллов. У него неправильно и первый, и третий оказывается. Рекомендую в этом случае всегда себя проверять. Это тот вопрос, где нам нужна самопроверка. Если ответ, который написал ученик на первый вопрос, подходит больше к третьему, надо все-таки писать его в третий. А для первого искать что-то другое. И часто не дописывают. Там, где требуется два ответа, три ответа, пять элементов. Выписывают пять слов, которые, как им кажется, вот пять штук. Оказывается, что первый элемент такой сложный стоит из двух слов. Там раненые и больные. А они их разделяют. Это те, кто находятся под защитой международного права. Они пишут. Ну и дальше еще три категории написаны. Они выписали этих, как две разные категории, еще две. И не дописали. Если один элемент не дописали, то это не защита. Вот, в принципе, на сегодня все. Обращаю ваше внимание, что большинство ошибок, которые я сегодня обозначил, можно исправить, в принципе, за час. Обсудив это с детьми. Другие можно исправить за день. Остальные за неделю. То есть, это как раз та работа, которая необходима сейчас, чтобы, так скажем, довести до совершенства знания, работу тех учеников в ответе на вопросы ЕГЭ. На этом у меня все. Удачи вашим ученикам на экзамен. Спасибо за внимание.